Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще на нас не подписаны, рекомендуем подписаться, ведь на нашем канале вы можете найти большое количество интересной, а главное полезной информации о том, что касается выбора и покупки поддержанного автомобиля, в том числе и обзора на машины, причем не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы детально разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. В нашем сегодняшнем обзоре речь пойдет про довольно интересный и, если хотите, нишевый автомобиль. Эта машина не относится к ныне популярному классу кроссоверов. Наоборот, это седан с отдельным багажником и не складывающимися спинками заднего сидения, причем седан, относящийся к премиальному классу. Будучи новым, этот автомобиль не мог конкурировать по объемам продаж ни с Toyota Camry, самым популярным седаном российского рынка, ни с автомобилями от большой немецкой тройки. При этом он предлагал своему покупателю функционал, сочетание которого не предлагал практически ни один автопроизводитель. Однако на вторичном рынке, по прошествии многих лет после завершения выпуска данной модели, ситуация несколько меняется. И если найти более или менее достойную Camry за небольшие деньги, задача уже практически нереальная, то с данной машиной счастье попытать все-таки можно. В следующие несколько минут обзора мы разберемся с тем, есть ли какие-то особенности у этого автомобиля, и если да, то на что именно обращать внимание при выборе поддержанного экземпляра. Встречайте, Honda Legend, четвертое поколение. Honda Legend или Легенда изначально как модель создавалась для того, чтобы составить конкуренцию на рынке большой немецкой тройки. С этой машиной компания Honda сделала свой первый шаг в мир премиальных автомобилей, больших размеров, поскольку изначально данная машина предназначалась все-таки для американского рынка, где традиционно любят автомобили с внушительными габаритами. Четвертое поколение модели с индексом кузова KB было представлено в 2004 году. Модель простояла на конвейере достаточно средней по нынешним меркам срок. Семь лет выпускалась эта машина. Последние легенды покинули сборочные линии в 2011 году. В 2008 году машину подвергли рестайлингу. Обновленная легенда опознается прежде всего по иному оформлению передка, а также поменяли силовую установку. Выбора своему клиенту компания Honda здесь не оставляла. На дорестайлинговых автомобилях был двигатель объемом 3,5 литра на 295 лошадиных сил, само собой бензиновый, с автоматической 5-ступенчатой коробкой и только полным приводом. На рестайлинговых же автомобилях мотор прибавил в рабочем объеме до 3,7 литра, но мощность при этом осталась та же, а вот крутящий момент вырос с 350 до 370 ньютонов на метр. Данная силовая установка позволяет достаточно тяжелому седану разгоняться до первой сотни километров за 7,3 секунды, что очень и очень неплохо по меркам 2004 года, когда эта машина только появилась. Стоит также добавить, что если машина, которую вы смотрите, была продана в России по официальным дилерским каналам, то и по части комплектации выбора у вас также не будет. Она тут была одна-единственная, и она же максимальная, со всеми присущими премиальным дорогим автомобилем плюшками по салону. Наш сегодняшний автомобиль 2007 года выпуска. Это дилерская машина с 3,5 литровым V6 под капотом, автоматической коробкой и полным приводом. Легенда – это флагманский седан концерна Honda. Соответственно, и габариты здесь тоже флагманские. Длина данного автомобиля – 4,95 метра, ширина – 1,84 метра, высота кузова – 1,45 метра, а колесная база – 2,80 метра. Машина получилась достаточно тяжелой. Масса этого автомобиля – 1860 килограмм. Объем багажника – 450 литров. И хотя машина не может предложить возможности трансформации салона по части складывания спинки заднего сидения, как это происходит, например, в 40-м кузове Toyota Camry, но производитель предусмотрел люк для перевозки длинномеров, например, лыж. По традиции в начале обзора также скажем пару слов про кузов автомобиля с точки зрения качества и толщины красочного покрытия, а также его возможностям по части сопротивления коррозии. Разброс показаний толщиномера здесь будет лежать в диапазоне от 100 до 150 микрон для родного заводского окраса. Если больше, скорее всего, элемент подвергался ремонту. По качеству ЛКП в целом каких-либо удручающих выводов сделать нельзя. Окрашенная легенда достаточно качественна и со временем хоть и обрастает сколами-царапками, но какого-либо явного нехорошего развития эти вещи не получают. Тем не менее, у легенд, как это показали прошедшие с момента прекращения их выпуска годы, на поддержанных экземплярах все же есть места, на которые следует обращать пристальное внимание в том, что касается кузова. Первая кузовная проблема, с которой можно столкнуться на поддержанной легенде, связана с высыханием герметика, уплотняющего сварные швы между панелью крыши и панелью боковины. Как правило, с годами герметик высыхает, под молдингом начинает скапливаться влага, грязь, все это дело корродирует и в самом запущенном случае между панелями может образоваться дырка. Понять, что это уже произошло, вы можете по мокрому пятну на обивке потолка и передней стойке. В данном случае, как правило, беда связана именно со стыком панелей, а не, например, с коррозией переднего козырька крыши на стыке с лобовым стеклом. Так что при осмотре машины обратите внимание на данный аспект. Если есть возможность, конечно, лучше снять молдинг и посмотреть, что происходит там. Но если владелец автомобиля про эту проблему знал и имел привычку поддерживать пространство под молдингом в чистоте, не допуская скопления там большого количества пыли и грязи, то все должно быть нормально. Также стоит отметить, что на Хонде Легенд при любых манипуляциях, например, по замене лобового стекла, нужно также менять и сменный резиновый верхний молдинг. Многие этого не делают, однако по регламенту эта деталь подлежит обязательной замене, причем на новую. Контрактные резинки в данном случае могут сыграть злую шутку, поскольку с годами резина теряет эластичность и становится ломкой. И, как следствие, своих уплотнительных функций он уже больше не выполняет. Второй момент, где может проявляться ржавчина на этих автомобилях, это район вокруг дверной ручки. Подобно тому, как это происходит иногда на автомобиле Jeep Grand Cherokee в кузове VK2. Подобно тому, как это случается на Volkswagen Tiguan, где, правда, до коррозии дело доходит редко, зато краска отслаивается в этом районе только в путь. Поэтому, при осмотре легенды, если вы обнаружите легкий окрас в районе дверной ручки, имейте в виду, что в данном случае речь может идти как раз о том, что пытались маскировать коррозию. В данном месте подобный дефект на машинах встречается и в особо запущенном виде может довести владельца до перевешивания всех дверей. Ну и третий очаг образования коррозии, традиционный для данных кузовов, это задние арки. Хотя, производитель предусмотрел здесь защиту в виде резинового молдинга, который предохраняет край арки от пескоструя, от колес. Но, тем не менее, с годами он тоже имеет свойство отходить от своих посадочных мест, внутрь попадает влага и все это дело начинает корродировать. Особенно у тех, кто не придает значения должной гигиене задних арок. Так что, при осмотре автомобиля на район арок задних колес также пристальное внимание. Ну и последняя, относящаяся к кузову проблема по данным автомобилям связана с боковыми зеркалами заднего вида. Дело в том, что на Хонде Легенда производитель применяет зеркала, так называемые фотохромные, с автозатенением. Когда машины были новыми, от этих зеркал была одна сплошная польза. Подобная опция очень полезная вещь для тех, кто часто ездит по трассам в ночное время суток, поскольку даже через боковые зеркала при наличии фотохромного элемента вас не слепит едущая сзади машина. Но с годами гель, который находится внутри данных зеркальных элементов, может терять свои свойства. Зеркало желтеет и обзорность него изрядно ухудшается. Оригинальные зеркальные элементы, так же как на немецкие автомобили, на Хонду Легенду будут стоить достаточно дорого. Выход из положения может быть различный. Самый простой и очевидный это заказать дублевый зеркальный элемент, либо вырезать его по месту. Ну а кто-то предпочитает удалить этот самый гель из зеркального элемента, тем самым восстановив прозрачность, но при этом, конечно, слегка потеряв функциональности. В общем, желтые зеркала на Легендах, особенно на автомобилях возрасте, так или иначе попадаются. И связано это именно с фотохромом. Так что если вы обнаружили пожелтевшие зеркала на Легенде, теперь вы знаете с чем это связано. Хотя на скорость данный дефект, как говорится, абсолютно не влияет. Что касается удобства и места в салоне, то, как и следует ожидать от седана подобных габаритов, с пространством здесь все в полном порядке. Удобная посадка подбирается также без всяких проблем. Рулевая колонка имеет электрические регулировки в двух плоскостях. Руль регулируется как по наклону, так и по вылету. Также очень широкий диапазон регулировки водительского сидения, которое помимо электропривода здесь также имеет и память на два положения. Естественно, здесь есть круиз-контроль, здесь есть бортовой компьютер, здесь есть связь по телефону по Bluetooth с автомобилем. Здесь у нас присутствуют подогревы сидений на два положения. Что касается передних кресел, подогрев боковых зеркал, заднего стекла, двухзонный климат-контроль. В общем, все то, что считалось неотъемлемым атрибутом премиального автомобиля в год появления данной машины. Сама архитектура передней панели также добавляет пространство внутри. Кстати, я люблю сидеть в автомобиле достаточно высоко, но при этом даже если закрыть шторку люка, места до головы остается достаточно, чтобы не ощущать себя в каком-то дискомфорте. Что касается заднего сидения, то если я сажусь сам за собой, я не достаю коленями до спинки переднего. И места здесь на самом деле определенно больше, чем, например, в восьмом аккорде. Сидение, опять же, имеет явно профилированную форму, сидеть удобно. К услугам задних пассажиров также есть достаточно широкий подлокотник, откуда можно открыть два подстаканника, что будет удобно в дальней дороге. Здесь есть отдельные дефлекторы вентиляции. Также здесь есть пепельницы в боковых подлокотниках и шторки. Штатные шторки, правда, сугубо механические. Так что задним пассажирам легенды в дальней дороге будет однозначно удобно, но только двоим, поскольку сам профиль сидения с высокой центральной частью вряд ли подразумевает наличие здесь третьего пассажира. Во всяком случае, ненадолго и, скажем так, невысокого роста. Хотя средний ремень безопасности, естественно, присутствует. Под капотом четвертой легенды в дорестайлинге располагается один из самых надежных двигателей Хонды. Да, пожалуй, наверное, и не только Хонды, а вообще один из самых надежных двигателей. Это J35A8, V-образная алюминиевая шестерка с чугунными гильзами. Двигатель выполнен по схеме SOH, то есть Single Overhead Cam Shaft. Здесь по одному распредвалу в каждой головке блока цилиндров присутствует система FTEK, изменение фаз газораспределения высоты подъема клапанов. Но при этом на данных моторах легенды нет системы VCM. В Arribal Cylinder Management, напоминаем, это система отключения половины цилиндров, которая ставится, например, на кросс-туры и на пилот J35 с индексом Z. Как правило, эту систему на борту несут, и как раз с ней и связана алюминия доля проблем данных моторов. Причем, начиная от банальной течи масла по прокладкам системы VCM, здесь этого нет, соответственно, и течь тут нечему. И заканчивая неприятностями с износом распредвалов. В данном случае системы VCM нет, и распредвалам ничто на данном моторе не угрожает. Кстати говоря, в данном случае, по традиции, мотор Honda не имеет гидрокомпенсаторов, зазоров, клапанов. Поэтому раз в 45 тысяч добро пожаловать на регулировку, если вы хотите, чтобы ваш двигатель выдавал штатные оптимальные параметры работы. Регулировка зазоров, клапанов в данном случае не потребует от вас покупки ни каких-либо стаканчиков толкателей, ни шайб. Все выполняется просто при помощи инструмента пара-винтгайка. Соответственно, вы привозите автомобиль на регулировку и забираете его через несколько часов уже с выставленными зазорами. Стоит эта процедура на самом деле не так дорого, поэтому пренебрегать ей однозначно не следует, если вы хотите, чтобы ваш двигатель выходил в свой очень и очень немаленький положенный срок службы. Впрыск топлива здесь обычный распределенный, который не сулит абсолютно никаких вопросов и не относится к проблемным местам. Разве что иногда из приличия нужно, конечно, промывать форсунки с учетом качества топлива в том регионе, где вы его эксплуатируете. Мотор, в принципе, может переварить и 92-й бензин, но лучше все же перестраховаться и заливать сюда 95-й. Привод ГРМ здесь ременной. Зубчатый ремень выхаживает по регламенту производителя 105 тысяч километров до замены. Тем не менее, мы бы рекомендовали этот интервал подсократить и на всякий случай менять ремень раз в 90 тысяч. Кстати, не забывайте при этом поменять и насос системы охлаждения, чтобы дважды сюда не лазить. В остальном же каких-либо конструктивных просчетов версия G35A8 по большому счету лишена. Здесь практически не встречается ни проблем с головками блока цилиндров, не, собственно, с поршневой группой, которая, кстати, имеет маслофорсунки, обеспечивающие дополнительное охлаждение поршней. Поэтому, если вы будете вовремя менять масло, использовать качественные горюче-смазочные материалы, данная силовая установка в ваших руках вполне способна будет пройти за 400 тысяч километров пробега без капремонта. Это вполне реальная цифра. Мотор действительно очень и очень надежен. Расстраивать может разве что навесное оборудование. Ну, где-то загудел насос гидроусилителя, протек шланг по гидроусилителю, потекла рейка или вышел из строй компрессор кондиционера. Подобные вещи, хоть и не часто, но на возрастных машинах с большим пробегом встречаются, и к этому нужно быть готовыми. Однако, по нашему мнению, это довольно небольшая плата за очень крепкое и здоровое сердце. Кстати сказать, рестайлинговые версии получили другой мотор объемом 3,7 литра, также на 295 лошадиных сил, но с большим крутящим моментом. 370 ньютонов на метр против 350 у этой силовой установки. Каких-либо явных слабых мест мотор 3,7 также не имеет и вполне рекомендован к покупке. Еще одной отличительной чертой мотора J35A8 является применение в данном случае впускного коллектора с переменной геометрией. Он двухрежимный и меняет конфигурацию на отметке 4000 оборотов в минуту. То есть, данный двигатель все же верховой. Кстати, система FATEC включается в работу после 5000 оборотов в минуту примерно. Соответственно, чтобы ехать на этом автомобиле, двигатель вам все-таки нужно будет выкручивать. Имейте в виду. Соответственно, на маленький расход топлива, особенно если вы любите ездить динамично, рассчитывать на тяжелом автомобиле с полным приводом вы вряд ли вправе. Минимально, чего вы, скорее всего, добьетесь в городе без пробок, это 15-16 литров на 100 км пути. Но более вероятны цифры в районе 18-20 литров на сотню. По трассе же эта машина вполне способна уложиться в отметку 10-11 литров на 100 км пути, если речь не идет о горной местности с большим количеством подъемов. В целом, по двигателям все понятно. Каких-либо явных болячек здесь нет. И при осмотре автомобиля останется только посмотреть, чтобы двигатель был сухой. Ну и, конечно, проверить надымность на всякий пожарный. Поскольку в случае, если предыдущий владелец очень сильно экономил на масле, двигатель, как и любая другая установка, может быть закоксован. И, как следствие, с залегшими кольцами вы увидите прогрессирующий масложор. Дабы этого избежать, обратите внимание на дымление еще при покупке. Тем более, скорее всего, на большинстве автомобилей, которые вы будете смотреть, каталитический нейтрализатор уже будет отсутствовать. В связи с тем, что при выходе катализатора из строя на данных автомобилях велик риск попадания керамической пыли от разрушения каталика обратно в цилиндры и, как следствие, повреждения цилиндропоршневой группы. Но, что касается коробки, то единственно возможный здесь классический пятиступенчатый автомат ничем особо плохим-то и не отметился. Коробка, как коробка, работает и выхаживает вполне достойные пробеги. Единственное условие ее беспроблемной жизни – это, конечно, относительно щадящий режим эксплуатации, то есть не злоупотреблять динамикой автомобиля каждый раз трогать со светофора, не допускать длительного перегрева трансмиссии и, соответственно, менять рабочую жидкость раз в 60 тысяч километров пробега. При тест-драйве, кстати, обратите внимание на то, как работает данная КПП. Несмотря на спортивный имидж автомобилей Хонда, трансмиссия на легенде в исправном состоянии не будет проявлять себя при переключении передач какими-либо рывками, толчками и так далее. Автомат здесь должен работать плавно, как и подобает автомобилю бизнес-класса. Ну и пару слов скажем про систему полного привода, которая в данном случае носит маркировку SH-AVC, что расшифровывается как Super Handling All-Wheel Control, то бишь система управления полным приводом, предназначенная для оптимальной управляемости. В данном случае это подразумевает собой систему, которая без участия водителя автоматически может регулировать распределение крутящего момента как по осям от 70 к 30, 70 перед 30 за, до 30 перед 70 назад, в зависимости от ситуации, так и между, собственно, задними колесами. Система SH-AVC позволяет распределять крутящий момент в пропорции до 100% на какое-то одно из задних колес. Таким образом, владельцам Хонды легенды понятие недостаточная поворачиваемость в принципе не должно быть знакомо. Этот автомобиль при добавлении газа в поворот буквально ввинчивается, что обеспечивает очень интересные эмоции от управления данной машиной, порождая некоторое чувство вседозволенности. Не без этого. Но вот по части своей надежности система SH-AVC ничем не расстроит будущего собственника. Единственный момент. В заднем дифференциале масло лучше менять раз в 45 тысяч километров пробега. Что касается подвески четвертой легенды, то ходовая часть на этом автомобиле по меркам представителей класса бизнеса достаточно жесткая. Но по меркам Хонды вполне себе комфортная подвеска. И многие владельцы на самом деле очень ценят ходовую часть за то, какие ощущения она дарит при управлении этим немаленьким седаном. Что касается принципиальной схемы устройства подвески, передняя подвеска это по два рычага сверху снизу, ну а задняя естественно многорычажка. Несмотря на широкое использование в конструкции алюминия, алюминиевые здесь передний подрамник, передние и нижние рычаги и очень много чего по задней подвеске, малым ресурсом все эти вещи тут не отличаются. Какие-либо замены по ходовке владельцев легенд настигали, как правило никак не ранее, чем 100-150 тысяч километров. Причем до этого пробега многие успевали поменять, разве что такие откровенные расходники, как например стойки стабилизатора, либо рулевые наконечники. Даже ступичные подшипники и те способны отработать за 150-200 тысяч километров пробега до замены. Единственный момент, что несмотря на надежность компонентов, подвеска легенды, если говорить про обслуживание оригинальными запчастями, точно не будет дешевой. Правда далеко не факт, что будет дороже, чем например на немецких автомобилях, но тем не менее. Нижние шаровые опоры здесь кстати меняются в сборе с рычагом, по задумке конструкторов. При осмотре автомобиля снизу нужно обращать, зная особенности двигателя J35A8, на сухость стыка мотора и коробки передач, поскольку к большим пробегам, как мы уже говорили, встречаются протечки масла по заднему сальнику коленчатого вала. Что касается рулевой рейки, самого дорогого компонента любой ходовки, то у легенды с них все в полном порядке. На больших пробегах под 200 тысяч можно столкнуться, разве что с необходимостью замены, например, втулки этой самой рейки. Гораздо чаще встречаются подтеки масла на шлангах системы гидроусилителя руля. Так что на момент сухости компонента системы ГУР также обратите внимание при осмотре машины снизу. Поскольку автомобиль полноприводный, не лишний будет посмотреть, в каком состоянии находится подвесной подшипник. Но, как правило, даже на очень больших пробегах каких-либо проблем с подвесным на легендах не бывает. Что касается задней подвески легенды, то она здесь многорычажная и конструктивно достаточно сложная. Здесь, так же как на аккордах, присутствуют, кроме сайлентблоков, еще и шаровые опоры. Поэтому на состояние всего этого хозяйства при осмотре подержанной легенды, естественно, нужно обращать внимание. Поскольку восстановительный ремонт полностью задней подвески может влететь в копеечку. Однако, надо иметь в виду, что ресурс компонента в задней подвеске здесь очень и очень большой. И ранее, чем 200-250 тысяч километров, вас вряд ли тут что-то побеспокоит. Особенно, если предыдущий собственник не злоупотреблял гонками по пересеченной местности. Ну, а теперь выводы по легенде в целом. Четвертое поколение действительно получилось у концерна Хонда очень удачной машиной. Очень сбалансированной, как по части своих динамических качеств, управляемости и комфорта в салоне, с таким немаловажным аспектом для автомобиля, поддержанного, как надежность. А надежно в этом автомобиле действительно все. И коробки передач, и система полного привода, и подвеска, и двигатель, который представляет собой одну из наиболее отказоустойчивых версий J35 в принципе. И все это дело упаковано в большой и при этом крепкий кузов, который, если и можно попрекнуть в некоторых нюансах, касаемо ржавчины, то нюансы эти элементарно диагностируются при покупке автомобиля. И по сути своей не такие уж и страшные, особенно если сравнивать с некоторыми автомобилями-конкурентами. Таким образом, в случае, если вы найдете живой неубитый экземпляр легенды, то эта машина подарит вам массу приятных впечатлений от управления и не слишком ударит по вашему карману, поскольку ремонты на нем будут редкие. Но при всем при этом нужно иметь в виду, что некоторые позиции по запчастям, возможно, придется заказывать заранее, и стоимость их, если говорить про оригинал, может быть довольно немаленькой. Но это не должно вас смущать, если вы изначально готовы на покупку автомобиля с высоким транспортным налогом и немаленьким расходом топлива. На сегодня это все. Если наш обзор понравился, оказался вам чем-то полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и указывайте в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Ну а мы, в свою очередь, постараемся их для вас добыть и отснять. Также, если у вас есть или была когда-то Хонда легенда четвертого поколения, и вы хотите нас в чем-то дополнить, либо нас в чем-то исправить, обязательно укажите это в комментариях. Ведь людям, которые задумались о покупке такой машины, именно ваш комментарий может помочь принять верное решение. Спасибо вам за просмотр, удачного дня, до новых встреч на канале. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok